Маленькие гимнастки в ярких расшитых купальниках похожи на маленьких разноцветных рыбок гуппи. Такие же гибкие и быстрые. Выступление похоже на чудо, так владеть своим телом может далеко не каждый. Юные спортсменки приехали на открытое первенство по художественной гимнастике на призы главы курорта с разных городов края. Свои команды представили Краснодар, Темрюк, Геленджик, Новороссийск, Тамань и, конечно, Анапа. Участницы приехали из разных городов Краснодарского края. Анапа представляет две спортивные школы, и Дю США Виктория, и Дю США номер 10. Всего более 150 участниц от 6 до 17 лет. Елена Булаева поддерживает дочку. Последний штрих к предстоящему выступлению. Дочка занимается уже седьмой год художественной гимнастикой. Это у нас уже как неотлепленная часть жизни в семье. На полторы минуты замирает сердце и мое дыхание. То есть, если что-то не получается, можно прочитать у меня на лице, это все видно сразу. Конечно, переживаешь. Это уже не первое соревнование, не последнее. Но каждый раз, как в первый раз. То есть, она, видно, чувствуешь ее каждую ниточку, каждую кровиночку, каждая мышца, все отражается на мне. Мамы волнуются и ждут выступления своих спортивных дочек. Настя Булаева уже поставила себе цель. Выполнить в будущем норматив, мастер спорта по художественной гимнастике, поступить в институт и стать тренером по этому виду спорта. Ее необычный костюм отделялся из многих других национальным колоритом. У меня был танец лесгинка. Я сегодня выступила АПП и скакалку. Вот поэтому у меня такой костюм. Гимнастки также выполняли элементы с гимнастическими предметами – скакалкой, мечом или обручем. Чтобы блистать на ковре, девушкам приходится ежедневно работать над собой. Поддерживать себя в форме и хорошо заниматься, чтобы все получалось. Ты много тренируешься? Да, я тренируюсь по 4-5 часа в день. Но когда вырасту, я хотела бы быть тренером по художественной гимнастике. Победительница турнира увезет с собой кубок и переходящую статуэтку. В прошлом году главный приз завоевала анапчанка Вероника Левченко.